Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре в праздник недели, который посвящен основным событиям прошлой недели. Традиционная вводная часть, поэтому начинаем мы пораньше, она касается организационных моментов. Собственно, стараемся быть на связи, следим за качественной связью, со звуком. Ну, если возникнут какие-то проблемы, трудности, нужно будет меня об этом дать, а знать. Можете использовать для этого общий чат, соответственно, если что-то не так. И самое главное, даже если есть трудности возникнуть, не нужно будет менять комнату, потому что мы сеанс очень быстро продолжим, связь будет восстановлен. Также по стоп-клейм. Вебинары небольшие изменения, собственно, теперь каждый слайд, который приводит к интересному значимому отчету, я проводил трек. с темографическим анализом, чтобы вы могли видеть динамику, тенденцию и могли отслеживать, насколько статистика значима в таких исторических реалиях. То есть у нас может быть тенденция нисходящая, и вот ни с того ни сего, у меня такой тендекс выходит в плюс. Нужно, чтобы вы, конечно же, видели это графически, потому что так материал справился лучше. И по некоторым, собственно, отчетам, некоторым релизам, например, по статистике перспекляции, здесь крайне важно выявлять тенденции, потому что те тенденции, которые по многим регионам сейчас действуют, они влияют на поводимую политику, а, соответственно, на решение поставков, ну и, разумеется, на динамику техностей, которые находятся за этими активами. Я всегда традиционно делал очень большой акцент на инфляцию в Евросоюзе, на инфляцию в Канаде, в Австралии и, безусловно, в Англии и США. Собственно, именно проблематика, которая связана с общей показательной инфляцией в этих регионах, и позволяет нам быть абсолютно уверенными в том, что проект будет развиваться в конкретном направлении. Ну, в конкретном направлении я имею в виду направление укрепления курса валюты, если это тренд укрепления инфляции, то есть рост инфляционного показателя. Поэтому и политика связи с этим является более-менее жестким. Это справедливо для Парреса, это справедливо для Банка Англии, это справедливо, ну, тут сейчас уже не в такой мере, особенно после последних отчетов в инфляции, для Канады, для прочих регуляторов ЕЦБ, Резервного банка Астралии, Резервного банка Новой Зеландии. Действует другая логика, у них практически нет инфляции, и это оказывает влияние на активность потребителей, то есть потребители проявляют скромную, собственно, скромную вакцинность, которая в конечном счете и становится причиной недобора по экономическому росту и восстановлению. Вот почему то же самое Европейский Центральный банк руководится с исключительно мягкой экономической политикой. Ну, по структуре, как я уже отметил, мы разбираем основные события, ростные недели, только самые главные, самые познавчимые. Разбираем динамику основных инструментов, по плавным, переходим к тем отчетам, которые у нас на повестке этой недели. Практически одна торговая сессия у нас уже не на лаву, но сразу хочу отметить, что основные релизы, безусловно традиционные, только на стезину, даже на окончание недели. И, собственно, в рамках текущих этих дней у нас довольно интересная статистика по штату, мы имеем расходы на лишнее потребление, которые, как раз, будут позволять нам поднять, насколько, собственно, потребители остаются действительно драйвером для экономического роста. И, собственно, в пятницу будет еще отчет по тентам экономического роста США. Я думаю, что статистика нас нервничирует. Эта статистика сможет поддержать еще больше доходов с американской облигацией, которые сейчас, как вы видите, доллар все выше и выше, оценивая пару доллара и фондской иены. Мы перевалили за 108 иен против американца, не сомневаясь того, что результаты будут гораздо лучше. И я уже, в принципе, могу сделать такое заявление, что, друзья, нужно смириться с тем фактом, что по-другому начинает развиваться совершенно иная реальность. Это уже не валюта, которая будет испытывать давление, весит х. Но, безусловно, есть, конечно же, геопатический риск, есть события, которые априори провоцируют спрос на защитность, ну, я думаю, в этом случае доллар проигрывает. Но мы к этому еще вернемся. Я буду не раз делать акцент на то, что сейчас геополитическая напряженность явно спала. И это падение геополитической напряженности характерно не только для ситуации на Ближнем Востоке вокруг Северии. Но у нас нет новостей по торговому противостоянию между США и Гитой. А значит, геологи продолжают в стороны ищутся. Они хотят, безусловно, распределять всем общую нервозность и неопределенность, которая с этим связана. Потому что все прекрасно понимают, что речь идет не о каких-то третисотах экономиках, речь идет о ключевых державах, ведущем на спортере, ведущем на партюре. Если, в конце концов, каждый из них будет гнуть исключительно линию такого исключительного протекционизма, это приведет лишь к абсолютно аналогичным встречным барьерам, такой же жесткой позиции. И, в конце концов, все это в перспективе может развязать полноценную торговую нюху, о чем я уже говорил. Очень часто по этой тематике дискутируют в комплексе того, что дурной пример за родителями. И если эта торговая война равняется в США питанием, то прочие регионы, которые тоже считают, что их интересы в международных торговых отношениях уязвимы и кто-то, скажем, эксплуатируют из более крупных экономики, посмотрев на то, что США плюют на принципы ВТО, тоже может сделать то же самое. Ну, если семена, то можно, но нельзя. Конечно же, это чисто гипотетический риск сейчас, друзья. Я ни в коем случае не хочу снова, чтобы вы зацикливались на этом. Пока у нас нет негативных новостей. Отсутствие негативных новостей – это положительный фактор, который нужно признать, и пока есть возможность делать ставку только на реальность этой экономики. Ну и еще один фактор поддержки для доллара, точнее отсутствие необходимости сейчас снова вводить капитал в защиту, это и определенная миролюбивая позиция, которую бы с некоторых пор занял Северная Корея, в частности, решение заморозить испытания и разработку ядерного оружия, точнее проекта, который связан с этим. Ну, видимо, США, которые проявляли довольно агрессивную позицию, возможно, практика Трампа сработает в этом ключе, и США смогли добиться того, чего не хотят. По крайней мере, пока что мы говорим о спокойствии в этом регионе, а значит, и о еще одном факторе, почему мы смело сейчас можем ориентироваться на статистику по штатам и не делать ацент на геополитические риски, которые, как вы знаете, обычно приводят к обратному динамику по доллару, поскольку у США спрос на защитные активы. Ну, давайте теперь начнем прямо по порядку, как мы всегда это делаем. Обычно в понедельник мы проходим с другой стороны, потому что в неделе мы работаем между секундаментом. В прошлой неделе ничего интересного не происходит, но я хочу сделать исключение насчет прошлого понедельника, потому что ждали мы его с нетерпением, потому что прошлого понедельника, буквально за два дня до этого, на рынок, собственно, молния обрушился, новостной фонд, связанный с тем, что США все-таки появились в агрессии в Сирии, и вот этот обещанный Трампом бракетный удар, который стал полным неожиданностью. Еще когда в субботу стали новостки переваривать, я бы даже сказал, если ориентироваться на... В московское время это завершение пятницы. Я подготовил пойти какие-то мощные ралли, но если речь идет на приженности на Ближнем Востоке, можно было бы готовиться к вершиному ралли-пометцианке, потому что они финанские, безусловно, терриски, дисконтируют собственные стоимости. Также параллельно можно было готовиться к спросу на защитные активы. Кто-то уже считал полную прибыль, ну, из тех, кто, к примеру, находился в талоне, в политологи иена, либо делал опуху, к примеру, на обретение золота и так далее. Но в понедельник оказался совсем таким, как мы и ожидали, потому что никаких мощных раллей не последовало. Я не знаю, друзья, с чем это можно связать, как это можно объяснить. Ну, есть позиция, что трейдеры предпочли не развивать и не расшатывать рынок, потому что, как такового суперопострения, не произошло. Удар ракетным был по объектам, как говорят, сомнительной стратегической важности. Кто-то спекулировал еще на теме, того, что этот удар должен был затронуть и российский военный контингент, и, соответственно, рассчитывали и на реакцию в России. А в данном случае никакой реакции не последовало, потому что удар ракетным был внесен до лета и социального российского военного контингента. И союзники, собственно, от Сирии, которые относятся к Ирану и России, довольно нейтральны, если с тому, что случилось. Поэтому не было никаких оснований, ставя голову бросаться в текену, в пранк, в золото. Не было оснований перекладывать все крупные капиталы в облигации. И, соответственно, мы не увидели рост этих активов. Мы начали неделю довольно размененно, спокойно. И по прошествии, скажем, недельника вторника, когда стало очевидно и ясно, что геополитические риски сходят уже на мета, и по анализу для рынка, отбегаются на второй и третий этап план, у нас наконец-то появилась возможность с вами сфокусироваться на макроэкономических отсчетах и поработать с тем, что он для нас является более непривычным и интересным для анализа топлива. В частности, если вернуться к доллару, как от них сразу колоссальная мундаментальная поддержка, которая была, есть и остается. Я уверен, что дальше будет только еще лучше, потому что уже сегодня мы видим, как доходности трежеры здесь в детстве сходятся буквально в считанных долях от трех пациентов. Это психологическое множество. Даже, по-моему, в 2014 году в последний раз трежеры стартовались на таком высоком значении. Если доходности превалят за эту планку, я уверен, что доллар будет уже претендовать на довольно быстрое движение в район на 110 евро технического уровня. Кстати, сегодня в ходе производства динамика пары были в кем, но мы видим рост действительно внушительный и набирать обороты. Поддержки для доллара, входя из зачетов, которые анализировали, нельзя обойти. Динамика коронечных прогнозов, которые ранее вклады покупки начащейся к текурии, признали тот факт, что ситуация в стране улучшилась, а либо, собственно, еще не стучка рабочим местом, а если кто споск после ремонтреннего рынка поиск работы не займет достаточно много времени, поэтому нету вот этого неуверенности в завтрашнем дне. Это уверенность, на которой я реальничею вращаю вошли, когда есть актуальные цифры, артуальные данные находятся на многолетних максимумах, ну, чтобы даже вы понимали, это не просто максимум за пару лет, это максимум за, по-моему, и все это благодаря тому, что сейчас мы видим в американской экономике. Действительно, занятость практически близка к целевому уровню, безработица снижается, параллельно с сокращением количества, скажем, безработных и ростом количества новых рабочих мест повышаются заработные платы, потому что это классический параметр рынка труда, который является самым лучшим инструментом мотивации на работу, самым лучшим инструментом привлечения ценных кадров для работодателей. А, соответственно, сейчас эта конкуренция будет только усиливаться, и я не снялась, друзья, то, что мы из месяца в месяц с вами пока что не будем забегать совсем вперед, но в ближайшие, по-моему, классы в два точно будем работать с хорошими цифрами, которые будут подсюдувать этот ралли долгосрочный по доллару против иены, который мне возготовил очень давно, я еще с конца прошлого года вам отмечал, что ситуация с долговым рынком сейчас близка к исторической по росту доходности. Это переломный момент, я приводил вам доводы моих коллег, которые также отмечали начало новой фазы иеры для доллара. После всех сокрушительных потерь, которые мы несли на протяжении всего 2017 года, наконец-то у нас появилась возможность пока сделать ставку на его укрепление. И мы видим то, что план не меняется, американская валюта действительно останавливается. В связи с ростом ронечных продаж у нас в авторных точках данных по промышленному производству тоже очень важный индикатор состояния американской экономики. И здесь тоже статистика, которая нас не грамм и не разочаровала, на 40-50%, против прогноза на 40-40%. Но признаю то, что мы не увидели веского роста американца против иены, в частности, до японской иены просто консолидировалась, сдержалась, и потом была заморожена. В связи с 107, это можно было объяснить, скажем, проходящей двухдневной встречи между Трампом и премьер-министром Японии Синьза Абба. И я хочу объяснить вам, с чем была связана эта неопределенность. Ну, мы до этого, точнее, за прошлой неделе, через твит Трампа, не могли не обратить внимание на жесткую реторику, которую он занял в отношении реальных государств, которые, по его мнению, манипулируют форцию национальной валюты. Кстати, к странным манипуляторам по мнению Трампа относятся и Россия. Но, согласитесь, в участие того, что рубль был отправлен в свободное плавание, многие до сих пор считают, что в 2014 году Центральный банк России наглым, абсолютно непростительным обеспечивая стабильность национальной валюты и решение того, что рубль будет и так далее. Вот эти сомнительные тиры, которые, на мой взгляд, создали как раз возможности о российском валютном акции, кстати, о которой Центральный банк России тогда взорвался на акции. Я не хочу сказать, друзья, то, что история повторяется, но я думаю, что придется это сделать, это уже доказано. Я думаю, что для вас это хорошо будет. И сейчас российская экономика на пороге того, что было в 2014 году. Но, к сожалению, сейчас ситуация гораздо хуже, потому что в 2014 году монетарные власти еще могли положиться на российские стратегические запасники фонда будущих поколений. Это резервный фонд и фонд национального благосостояния. Как вы знаете, сейчас этих подушек безопасности уже практически нет, резервного фонда нету. Фонд национального благосостояния практически упразднили, и из него какое-то подобие финансовой подушки, которая теперь может быть использована не для латания в федеральном бюджете. Это тоже. Но мы запишем проявление, может быть, очевидной некомпетентности российских монетарных власти и еще нарушения автористрии. Но я думаю, что, наверное, глубже уходить в обсуждение данной тематики мы не будем. те, кто понимают, о чем мы говорим, понимают это и больше, наверное, центра сделать и не нужно. Поэтому я предлагаю вернуться к тем реалиям, которые у нас есть на рынке опор, с реалием, которые для нас ближе, потому что мы слили на статистикой и стараемся ну, может быть, сопротивлены до эраинности, это точно что дает конкретный сигнал и соответствующими инструментами в расчете на прогнозируемые изменения, которые с этим будут происходить национальными экономиками. По промышленному производству, я думаю, разобрались по штатам. Я начал уже говорить про то, что Трамп обвинял на реальное государство в то, что они мы поедут курсом. Я все это начал потому, что почему на рынке не было не прослеживаться этого вектора бодрости Дуона с начала недели. Это как раз было связано с тем, что Трамп встречался с Синзаба, а Япония также не была исключена казначейством США из списка тех регионов, которые были замешаны в манипуляциях в курсах, хотя, наверное, я понимаю, это неправильная формулировка. Япония не была исключена из списка стран, которые вероятно манипулируют от курсов. Поэтому трейдеры, участники рынка полагали, что если Трамп на встрече обрушится на Синзаба с острой критикой того, что вы обесцениваете национальную валюту, потому что поддерживаете так национальных производителей, это могло бы привести к укреплению курсов и курсов валюты, соответственно, ослабить доллары. Поэтому трейдеры в качестве альтернативного сценария, безусловно, об этом, о вероятности такой динамики размышляли и предпочли просто проявить выжигательную позицию, не открывая ни длинные, ни короткие отрыли. Соответственно, до тех пор, пока ситуация не прояснится. позже, на неделе она прояснилась и тысяча Синзаба и Тоннега Трампа прошла. Даже мы не рассчитывали на такой позитив, потому что, как вы знаете, в США и Японии обсудили возможности урегулирования определенных статей экспорта и импорта взаимного. безусловно, все это делалось для того, чтобы помочь США скратить дефицит такого баланса. И Япония пошла навстречу, потому что дала обязательство собственно закупить самолетов на 10 миллиардов долларов. Для кого это может показаться? Каплю морю, те показатели по дефициту торгового баланса, которые есть. Но я хочу отметить, что это не такая уж и маленькая цифра. Для Японии, на долю которой в дефиците торгового баланса приходится с очень симфоничное значение, это большой шаг на встречу в США. И, соответственно, мы прогрессы, что страны договорились, можем использовать для того, чтобы верить, что подобие такого же прогресса и позитива, и каких-то дефицитов, и зафиксируем, так же, как и другие участники рынка, переговоров между США и Китай. Я не оставляю этих политических ожиданий, поэтому считаю, что сейчас если говорить о каких-то геополитических рисках, то в данном случае геополитических рисках, которые несостоятельны, торговые, и о геополитических рисках, вообще могут корреть, потому что в итоге не окажутся такими рисками, как многие думают. Из других инструментов, я думаю, что главное можно перейти на европейскую валюту, собственно, у нас очень много статистик продолжает публиковаться по еврозоне, и чем больше мы видим учител, тем больше убеждаемся в том, что экономика еврозона начала в соврать бизнес-оптимизм. В апреле по зию снизится до 8,2 после роста на 5,1 в марте, индекс текущих экономических условий тоже просадка, у нас было практически 91, а в итоге сейчас мы наблюдаем 87,9. И это, собственно, цифры, которые уже стали новой тенденцией, негативной. Бизнес-оптимизм, бизнес-настояние явно ухудшаются. Говоря про бизнес, можно сказать, что предприниматели крайне недовольны тем высоким аминным космосом, с которым он приходит сталкиваться по евро, потому что высокий курс евро уже привел к потере экспорта, падение этого показателя к определенному дисбалансу показателя торгового баланса по сути с колонии, но не подобрал другого слова, в целом, не думая, что по сути вы поняли. Мы продолжаем с вами анализировать активность в сфере услуг производственного сектора, не только еврозоны, но и Германии, прочих регионов Франции, Италии. И если не брать частный случай отдельного позитива по отдельным направлениям, в целом медиана прослеживается довольно негативной для еврозоны, потому что все эти показатели спонижаются. И уж точно не показывают те уровни, целевые значения, которых планировал достичь Европейский Центральный Банк, и планировали видеть все те, кто ставил на рост европейской валюты в расчете на то, что фундаментальный позитив будет стимулировать рост евро выше отметки 1.25, а были даже и уровни выше отметки 1.30. Но эта позиция абсолютно в форме не соответствует тому, что сейчас происходит в действительности отыгрывать статистику в расчете на такие ралли, это вообще глупо, мне кажется. А с другой стороны, безусловно, статистика это движшая верхушка Альберга, куда важнее позиция Европейского Центрального Банка по монетарной политике. И эта статистика это лишь ключик к тому, чтобы понять, что будет происходить с монетарным курсом Европейского Центрального Банка, с мягкой экономической политикой, соответственно, что будет с этим происходить. Напоминаю, что слабая цифра по любому сектору и в целом плохая статистика по еврозоне никак не вяжется с позиции того, что Евро и Центральный Банк станет на такую же тропу жесткого режима как в проекции и будет постепенно повышать процентные ставки и в конечном счете сверлить программу количественного смягчения. Это вообще бредовая позиция. Я даже не хочу, чтобы вы ее допускали, чтобы вы ее чем-то аргументировали, чем-то пытались объяснить, потому что если у вас есть аргументация, она все равно будет неправильной. Это не значит, что есть только одно верное мнение. классическая экономическая теория. Нужно смириться с тем фактом, что основные прописные истины, они не зимы. Если политика мягкая, мягкая экономическая политика, это политика, которая направлена на стимулирование экономического роста достижения определенных показателей. И мягкая экономическая политика она вяжется с плохими цифрами. Соответственно, если вы допускаете, что Европейский Равенбанк сменит риторику, то единственным аргументом, который можно было объяснить, это сильные отчеты и целевой показатель о негляции. Но ни первого, ни второго нет. Поэтому о каком сворачивании программы количественного обращения вообще можно говорить. Соответственно, друзья, евро, доллар, европейская валюта, да и вообще евро против всех прочих комплиентов, которые котируются против его связки с ним. Оппозиционно, более слабый инструмент. Потому что чем больше мы будем получать слабых релизов по еврозоне, тем больше будем убеждаться в том, что риторика драги европейского социального банка не изменится. Она будет оставаться такой же ультрамеркой. Тем больше мы будем убеждаться в том, что контраст станет ярче политик ФРС и ЦБ торгом евро против доллара, в основном самая популярная валютная пара. И здесь расхождение монетарных политик это тоже еще один аргумент, почему долгосрочная европейская валюта должна быть в связи тех инструментов, которые теряют. А сейчас по мере роста евро бьют тревогу и глядесмены, я уже привел вам несколько отчетов сейчас, которые отражают о падении оптимизма, потому что предприниматели, к примеру, завязанные на торговле в международных рынках, то есть работающие в тех сферах, где обмены курсами очень большое значение, потому что от него зависят издержки, от него зависит и, собственно, получаемая прибыль. Предприниматели несут самые большие риски. И я думаю, что эта позиция в конце концов будет донесена до европейского центрального планка, которая снова вернется к довольно уже распространенной практике вербальных интервенций, предполагающих искусственное пусть используем такое слово ослабление курса валюты, потому что того требует ситуация. А искусственный курс валюты играть можно довольно легко, например, обозначив, что до конца 2018 года Европейский центральный банк, скорее всего, не поднимет вопрос, который предполагает сворачивая программа количественного смягчения. Вот стоит только такой формулировки появиться на рынке, евро очень быстро утратит почву под ногами и будет прокорректироваться даже ниже отметки 1.20. Но мы сейчас полномерно идем к этому уровню, друзья, я думаю, что еще не меньше, значение будет и пониже. Данные по инфляции, которые были опубликованы в Еврозоне на прошлой неделе снова нам доказали, что с инфляцией самая настоящая беда, база остается в районе 1%, это гораздо ниже цели, которая также держится на 2%, то есть в два раза хуже, чем целевой ориентир. Общий показатель инфляции, которые учитывают цены на энергетные носители, находятся на высоком значении. Даже нет, не помогает рост инфляции, сейчас 1,5% просто 1,4%, то есть все дальше этот индикатор отходит от цены, и тем больше сколько евро нужно подаваться. Очень много статистики было по фунтуру, мы видели, как пара фунтуров противов выше 1,43,50, поверили уже то, что данные тандемы активов смогут влезти в выше уровень 1,44, данные собственно уровень безработицы 4,2% против прошлого 4,3% средняя зарплата в Англии, 2,8% против прошлого такого значения 2,8% то есть вы сейчас на графике видите, что темпы прирост зарплат очень даже ничего. Собственно следующий вышел отчет по инфляции и мы когда получили данные по инфляции сейчас 2,5% снижения с 2,7% сравнили это показатель по инфляции с динамикой зарплаты получился то, что зарплаты огряжают тэпом инфляции и по идее это позитивный момент который может стать причиной из-за которого банк Англии отрежет лошади и не будет возвращать монетарную политику. Эта идея была локально состоятельна позволив доллару против африканца вывести африканская валюта в российский с отметки 1,4350 мы фактически улетели до уровня 1,4150 но сразу хочу отметить друзья то, что даже после этого снижения даже после того что мы сегодня видели пару ниже отметки 1,40 я советую вам не забывать все-таки монетарий представителя парка Англии Марка Карни который отметил что ставки будут повышаться потому что победы над высокой инфляцией еще не случилось инфляция снижается но к примеру тот же самое восстановление цен на нефть может простимулировать еще больше рост инфляции то есть выращение показателей снова в район 3% об этом отдельные представители Банк Англии которые также давали тест-инфляции на прошлой неделе весьма не двусмысленно говорили что есть основания есть риски рост инфляционных ожиданий я думаю что эти комментарии мы можем смело интерпретировать как очевидную позицию ряду ряду голосующих членов которые в мае будут голосовать за рост процентов став и я надеюсь то что эта позиция станет позицией большинства в конце концов решение будет принять ставку полосе но даже если ставку не поднимут перевес в пользу тех кто считает что политику нужно раскачать будет достаточно чтобы поддержать полос британса самое важное в этот момент находиться в уже длинных позициях я покупал пару футбол очень давно в принципе был хороший профит на отметке 1.3.50 сейчас профит гораздо меньше и то что мы просели больше чем на 350 пунктов но эта позиция сохраняет актуальность в плане своего целевого ориентира потому что я как и раньше абсолютно не сомневаюсь в том что ожидание по удачному политику сможет удачить порог в доллар выше отметки 1.4.7 для тех кто не таковал британцам хорошая возможность присмотреть их сделки сейчас пока еще цены снова не летели выше отметки 1.4 задумайтесь и лучше наверное поверить активность дальше у нас довольно динамично смотрелся канадский доллар в принципе он остается мы видим что юридикат двигается ровно в том направлении которое мы с вами ожидали движение даже более динамичное чем мы прогнозировали с отметки 1.25 пара довольно быстро восстановилась до уровня 1.27 сейчас каратается выше я думаю что закрепление выше 1.28 это вопрос ближайших часов возможно даже мы сможем замахнуться на сопротивление 1.30 при такой динамике как сейчас более чем реальная цель если котировки нефти у нас дальше будут развивать нисходящую динамику действительно цель быстро пойдет и чтобы далеко не отходить от банка канады ну став решение осталось прежним 1.25 процента в ходе пресс-конференции руководство банка канады снова сделала акцент на проблемы которые есть с рынком недвижимости с закрытованностью домохозяйства проблем с недоиспользованностью производственных мощностей проблем с неопределенностью торгового характера и геопатических рисков вокруг Сирии касающихся нижнего востока для канады тематика очень важна почему потому что канада крайне зависит от того что происходит на рынке нефти а ситуация на востоке безусловно определяет именно то что происходит на рынке золота ну вот так плавно мы подошли к нитянке хочу отметить в целом наверное детально по дням разбирать не будем чтобы не терять время что стало и причиной роста цена нефти и того что мы начали с многолетних максимум ну собственно там же где мы и закончили в прошлой неделе выше 70 килограмм долларов за барр сейчас идет коррекционная динамика я думаю что она будет прогонана почему котировки держались на высоких значениях даже тогда когда геополитическая напряженность вокруг Сирии на ближний поступок пошла на склад дело в том что друзья трейдеры довольно активно может быть даже несколько с преувеличенным планетой динамик который мы объявили на данный план запасам нефти они снизились на 1,1 миллион в плане в это время как аналитики Global Plus прогнозировали что запасы нефти за прошлой неделе за позапрошлых случилось должны были вывести на 625 тысяч но в итоге отчет помог покупателям потому что прогноз экспертов аналитиков оказался не верен и покупателям появился еще один физический повод чтобы откупить нитянку но я думаю что в большей степени даже на премии трейдеров появляли комментарии представителей ОПЕК о том что они планируют достичь более высокой цены на них 80 даже 100 долларов за основные комментарии конечно же звучали со стороны Саусской Аравии потому что я снова повторяюсь Саусская Аравия хочет создать максимально хорошие условия для IPO для первичного размещения акций и это IPO пройдет тем успешнее чем выше в тот момент когда она состоится будут цены на нефти поэтому друзья я думаю что на вот эти спекулятивные все-таки настранические реакции на сейчас поддаваться не нужно полагаю что рынок сам начал улавливать реальные тренды и нащупывать истинные имеющие силы и вот эти комментарии в Саусской Аравии которые сейчас то что делает это манипуляция ценами я думаю что в Саусской Аравии нужно за это наказать но пока что никаких показаний нет и за это не а будут но если бы подобных манипуляциях были замешаны например другие регионы которые не так сейчас кабально повязаны через определенные договоренности США то скорее всего уже гнев по комиссии США обрушился регионы и собственно многие бы международные организации стали обвинять в искусственном моментальные цены и посыпали бы отличного рода санкций но в самом сарае пока позволяют гнуть свою линию тащить котировки вверх я надеюсь на то что большие деньги все таки начнут подворачивать сейчас снижение тем более что мы видим что производство увеличивается это подтверждается еженедельными объемами добычи на текущий момент это уже 10,6 мы плавно приближаемся к уровню на терминги россии в 11,3 миллиона баррелей в сутки и возможно не пройдет даже этого года как страна пекаре в частности в Саудск-Аравии обгонято Россию по производству в точече США обгонято Россию по производству нефти кстати США уже обогнали в Саудск-Аравию потому что если мне не изменить дань друзья 9,75 миллионов баррелей в сутки добывается в Саудск-Аравии я считаю что литерат нужно продавать может быть не совсем поправно действовать против тренда но я не вижу стоящих причин которые можно было объяснить и надеюсь то что кто-то из вас поддерживает такую же позицию и вместе со мной развернувшись находятся в коротких позициях и ждут сейчас цены что касается двух еще активов которые показали довольно интересное движение под закрытием прошлой неделе это канадский доллар который отреагировал собственно на данные по индексу опубликовать цены инфляция ожидаем снизилась с 1,5% до 1,4% еще одно доказательство того что ставка повышаться не будет в связи с этим мы с вами не будем даже стекулировать слабым канадцам и если цены на них нас не подведут то как я уже отметил 1,30 это цель которая вполне реальна по паре доллара в канаде даже до конца этой недели в общем сохраняем длинные позиции и продолжаем зарабатывать потому что пара сейчас обхозилась фунт против доллара продолжила снижаться британская валюта это было еще связано с неожиданной для всего рынка новость о том что европейский софтверх план разуме по границе с Ирландией я был крайне расчарован подобным новостному фону сообщениях потому что искренне был уверен в том что прогресс будет достигнут по вопросу связанному с границей Ирландии но в то же время расстраиваться особо не стал потому что основной оппозитив у нас есть это двухлетний переходный бранзик к нему мы очень долго шли и в итоге европейский союз пошел на встречу Англии два года есть у Англии чтобы попробовать продащить еще какие-нибудь идеи в которых положение скажем заинтересован в Англии я думаю что им удалось это сделать опять же акцентируя внимание на очень хорошей предъявоческой практике Терезы и ее фидном таланте эти приговоры поэтому я не сомневаюсь то что вместе с негативом у нас будут и позитивные новости по бранзику которые будут приводить таким же движением только восходящего характера ну наверное до майского заседания кто-то конфетики по бранзику мы больше не получим поэтому нужно просто уже фокусироваться на предстоящем заседании Банк Англии и как я отмечал стоит на то что политика будет уже скучена то есть ставки получат и это вернет собственно фонд на более высокие ценовые орды особенно друзья после тех распродаж которые мы уже наблюдали по этой валюты пара уже перехватить инициативу и восстановиться потому что без каких-либо коллекционных откатов мы посетим с вами уже вниз третьей сессии подряд а тем более что этот рубеж 1,40 является довольно психологически поэтому думаю что гораздо ниже этого уровня валютная пара это что касается релиза прошлой недели давайте посмотрим что у нас на этой неделе завтра предлагаю обратить внимание на инфляцию до 4.30 по московскому времени на счет в Австралии видит на 5.30 мы уже его сону наберем но рекомендую спекулировать астралийцам на завтрашнем о счете уверен что пара потому что инфляция даже по прогнозам и по тому что мы видим по активности потребителей но не может показать рост это был бы нонсис в этом случае снижение инфляционных цен безусловно снова становятся обширными разговорами о мягкой динамической политике которая проводит иерным банком Австралии поэтому завтра я жду слабости австралийца и то что на азиатской сессии это пара 20 долларов точнее это партия 20 долларов 3,5 секунды всегда как вы видите довольно скромный рейн по сути будем ждать только статистику по запасам в очередной обновлении исторического показателя по добыче в штатах и потенциально хороший аргумент для коррекции нефтяк как-то будет обстоять дело на самом деле покажут собственно динаме нефти обстрелив в прошлый раз трейдеры не очень потрапились отректировать статистику о росте мете добычи но в прошлый раз у нас были собственно факторы спроса на мете в виде комментариев санкт-петербурга о планах и надежды достигнутой более высокой цепи пока что у нас позитива нету и возможно сейчас трейдер более внимательной статистикой в четверг в центре внимания европейский центральный банк статистикой 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 не буду сейчас особо вдаваться подробности что мы слышим потому что у нас с вами будет достаточно много времени на утренних клиппингах по мере продвижения собственного четверга да и в ходе этого вебинара я уже рассказывал про политику европейского центрального банка и что в принципе с ней будет дальше надеюсь что вы уловили мои сигналы и осознали какие нерадостные перспективы сейчас вывисовываются по европейской валюты и соответственно четверг может стать днем серьезных потерь и в пятницу несколько отчетов по США это годовые данные по УФ основная цена скорых наличных потреблений то есть это очень показательные данные в плане анализа активности потребителей и данные которые позволят нам предпринять о том что будет в будущем продолжать инфляцию соответственно основная цена скорых наличных потреблений а это одна из компонентов инфляции поэтому если статистика нас не подведет я думаю что к следующему заседанию БРС мы будем так же как и раньше подготовлены и вооружены ожиданиями жесткой и дойки которые будут способствовать росту доходности трежерист и сверху уже находятся 3% и с каждым новым отчетом по штатам отчетам которые будут превосходить ожидания у американского долгового рынка будет больше топлива для дальнейшего роста чем выше будет находиться показатель доходности трежерист тем более лучше и бодрее уверен вычисли от доллара и хуже придется арестить инструментом это основная идея которую мы будем транслировать на протяжении оставшихся торговых дней текущих 5 дней и я почему-то уверен то что показатель 3% доходности 10 лет может быть достигнут в ближайшие часы нужно к этому быть готов потому что доллар японской иены реально на этом сможет прорваться выше 100 людей это не так уж и нереально соответственно по штатам мы ждем отчетов ждем роста доллара также в пятницу выйдет отчет активности в сфере услуг важные показания потому что на сфере услуг приходится 85% всего экономического восстановления и в данном случае хорошая практистика по экономическому росту и на сфере услуг может поддержать собевающихся представителей банка Англии относительно того что сейчас хорошие условия чтобы политика стала более жесткой то есть это отчеты которые будут напрямую влиять на решение которое банка Канады точнее банк Англии принято уже в ходе майского заседания которое состоится через 2 недели очень скоро ждем заседания ждем ралли по пункту оно может быть довольно быстрым интенсивным и точно так же как мы потеряли быстро там несколько сотен пунктов также пункт может их быстро и нарезать но конечно же основные целевые ориентиры они связаны с теми посылами которые я сейчас доносил это слабость рисковых активов кроме американской валюты и бодрости доллара соответственно если мы делаем ставку на укрепление послеамериканской валюты ждем и рынок грамм внизу потому что доллар напрямую это происходит на рынке этого актива 1300 целевый ориентир сейчас цель вертся выше 1925 друзья то есть потенциал портка довольно неплохой и я советую его не упускать ну собственно на этом все большое всем спасибо за внимание хорошего вам торговой недели мы завтра с вами на рынке 930 по московскому времени будем поговорить о событиях текущего торгового дня и готовиться к играм предстоящих спасибо за внимание всего доброго до свидания